Уважаемые дамы и господа, мы продолжаем наш турнир Честный Бой 5, который проходит по правилам Fair Fight Promotion. Представляю вам поединок в категории до 77 килограммов. Встречайте в синий угол ринга бойца из города Нижний Новгород Евгений Воронцов! Ну что ж, у нас снова весовая категория до 77 килограммов. Евгений Воронцов против Сергея Сурова. Евгений Воронцов неоднократный уже участник различных турниров в Екатеринбурге. 7 побед, 9 поражений на счету у Евгения Воронцова. Вот он на ваших экранах. Чемпион России по тайскому боксу 2016 года. Это бронзовый призер Кубка России по тайскому боксу того же 2016 года. Так, Евгений Воронцов. Под классику американского фанка песня Sex Machine Джеймса Брауна. В красный угол ринга встречает его соперника из Екатеринбурга Сергей Суров! Ну а теперь Сергей Суров. Еще один представитель клуба Архангел Михаил. Уже третий по счету. Одна победа, одно поражение на его счету. Победитель городских областных турниров по тайскому боксу. Паризер Уралоприложской зоны по тайскому боксу. Так, Сергей Суров на ваших экранах. И уже в ринге. Дамы и господа, представляю вам участников поединка. В синем углу боец из города Нижний Новгород. Ему 30 лет. Рост 185 сантиметров. Вес 76 килограммов 800 граммов. Профессиональный рекорд 16 боев. 7 побед 9 поражений. Чемпион России по тайскому боксу. Бронзовый призер Кубка России по тайскому боксу 2016 года. Евгений Воронцов. Его соперник в красном углу. Боец из Екатеринбурга. Ему 29 лет. Рост 188 сантиметров. Вес 76 килограммов 200 граммов. Профессиональный рекорд. Два боя. Одна победа, одно поражение. Победитель городских областных турниров по тайскому боксу. Призер Урал-Приволжской зоны России по тайскому боксу. Представляющий бойцовский клуб Архангел Михаил Сергей Сура. Рефери Алексей Ушаков. Бойцы, внимательно слушаем команду рефери. Желаю удачи. Покажите красивый бой. По углам. По углам. Ну что ж, первый раунд начинается сразу же с мощной атаки от Сергея Сурова. Он в красных перчатках. Судя по всему настроен он на комбинационную работу. Евгений Воронцов, парень очень опытный. В Екатеринбурге не первый раз. Ну вот смотрите, хорошая двойка. И тут же попытка хайкика от Сурова. Прям резво, резво без разведки. С места в карьеру начал Сергей. Очень хорошо чувствует дистанцию Суров. Высокий и сухой. Но вот смотрите, ответ от Воронцова. Воронцов вышел не просто за чеком. Он настроен дать бой. Это безусловно. Вот уже зазнательно Воронцов залезает в клинч. Понимаешь, что на дистанции может хапнуть. Хайкик от Воронцова. И еще один вдогонку, но здесь в локоть пришелся удар. Мне кажется, нужно наращивать темп сейчас Евгению Воронцову. Чуть-чуть не успевает он за своим соперником. Соответственно, нужно продолжать работать комбинационно Сергею Сурову. Да, очень хорошо он начал этот поединок. Вот у него был хороший момент, когда он к связке на руках добавлял ноги. Вот ему бы продолжить в том же духе. Здесь так прицельно. Да, выцелил, выцелил своего соперника Суров. Дразни слегка Воронцова. Давай, давай. Причем уже не первый раз. Психологическое давление оказывает Сергей Суров. Ну, как говорится, все, что не запрещено, разрешено. Ответ от Воронцова. Ну, такой у нас плотный, хороший поединок. Бойцы по очереди проводят атаки. Вот, двойка на руках и хай-кик. Главное, показывают нам бойцы то, что мы так любим комбинационную работу. Да, и мало... К счастью, пока мало клинчей. Не очень много сумбура. Ну, Воронцов еще раз очень опытный. 16 поединков за его плечами. И для Сергея Сурова это в какой-то степени проверка. У Сергея это третий поединок по профилю. Если нам не врут те люди, которые составляли файт-карту и статистику писали. Очень достойно себя пока что показывает Сергей Суров. Так, если не знать их рекорды, я бы и не сказал, что совсем еще начинающим профессионалом является Сергей. Ну, там потерь равновесия была, там нокдауна не было. Достаточно уверенно, да. Но вот есть такие ребята, которые с не очень большим рекордом выходят на опытных соперников. Можно вспомнить состоявшийся, например, в эти выходные турниры UFC, где с рекордом 1-1 выходил такой человек, как Гахан Саки. Заканчивается первый раунд. Заканчивается он в хорошем темпе. И всего лишь вторым клинчем за поединок пока что. Да, очень мало клинча у нас, к счастью, было в этом поединке. Ну, это подожди еще. Это еще второго и третьего раунда не было. Да, пока что. Кто знает, может быть дойдет дело до экстра раунда даже. В перерыве у нас звучит подра ритмичная музыка, классика техно, группа Краффер. Песня «We are the robots». У нас в ринге не роботы. У нас очень-очень живые люди, которые на хороших скоростях проявляют себя во всей красе. Очень живо, простите за тавтологию, отработал первые три минуты Сергей Суров. Это уже левый апперкот от Сергея Сурова. Очень красиво он задержал руку, выцелил и вовремя выбросил этот апперкот. Ну, здесь была чистая потеря равновесия. Видимо, что не прошли бесследно удары Сергея Сурова. Не уверен я, что это рассечение, а скорее такая ссадина на лице у Евгения Воронцова. Сергей Суров, перчатки красного цвета. Ой, хорошо сейчас было справа от Сурова. По больному месту попал сейчас на своему сопернику. Но если Воронцов пойдет обострять, то Суров к этому готов однозначно. Это вне всякого сомнения. И опять справа попадает Суров. Пытался сейчас под опорную ногу сделать подсечку Воронцов, не дотянулся. Воронцов из Нижнего Новгорода, синие перчатки красные, представитель Екатеринбурга Сергей Суров. Висовая категория до 77 килограммов, но оба бойца такие сухие, высокие, даже так и не скажешь. Очень быстро по темпу работают оба бойца. Там был лоу под опорной, по-моему, прошел у Воронцова. Немножко забыли про хайкики и лоукики. И решили зарубиться на руках бойцы. Но вот попытка мидлкика от Воронцова. Хайкик, но здесь защиту. Вот прижиматься к канатам, наверное, Сурову не стоит. По высшим ростом хорошо встречает двойку он Воронцова сейчас. Мне кажется, вообще нужно продолжать работу в том же духе Сергея Сурова. Несмотря на то, что активизировался сейчас Евгений Воронцов, все равно очень хорошие комбинации проводит Сергей. Суров пока что чувствует себя увереннее, чем у вас опера. Ну и главное здесь не пережидать ему, не пережидать, не застаиваться. Но чтобы так хорошо, плотно, быстро двигаться, конечно, нам нужно иметь очень хорошую функционалку. Главное сейчас для Сурова продолжать давление. Продолжать просто бросать удары, потому что давит-то как раз-таки Воронцов все же, наверное. У нас там небольшие проблемы с экипировкой у Воронцова. Мы соскочим, что-то случилось. Проблема решена и поединок продолжается. Пошел вперед Воронцов. Решил во втором раунде действовать как прессингер. Залетает в клинч и здесь пытается коленом работать Воронцов. Но там выставляет Суров руку. Длинные руки, они, в общем-то, хороши не только на дальней дистанции, но и при обороне. Когда ты плотно закрываешь корпус, в том числе и голову, и корпус. И сопернику трудно тебя раскрыть. Евгений Воронцов тем временем наращивает темп. Не собирается он работать так же вяло, как в первых трех минутах этого поединка. И пропускает сейчас Воронцов навстречу три удара подряд. Причем такие, ну, это были удары не массажиста, так скажем. Это были акцентированные крюки. И сейчас очень акцентированно ответил Суров от джебом. Сейчас, видимо, клинч, которых, к счастью, пока что было немного. Там перед клинчем, кстати, попал Воронцов слева тоже. Ну, хороший второй раунд. Да, очень интересный второй раунд. Больше работали бойцы руками, причем, нужно заметить, да, особо не зацикливались. На хай-кике, на мидл-кике, на лоу-кике. Ну и на руках Суров, в общем-то, очень неплохо действовал в втором раунде. Ну, очень ярко работают оба бойца, у обоих качественный бэкграунд по тайскому боксу. Поэтому неудивительно, что хороши они на ударах руками. Да, сейчас мы смотрим, очень много интересных хайлайтов нам подарил этот раунд. Хочется сейчас в замедленном повторе увидеть тройку Сергея Сурова. Раз-два, двоечка. Вот здесь, там еще первый, причем удар был в корпус. После этого так подсек аккуратно Сергей Суров. Вот видно, как рвется в бой Сергей Суров, так аж пляшет на ногах. На кураже, видимо. Почувствовал кураж. Напоминаем, весовая категория до 77 килограммов Сергей Суров против Евгения Воронцова. Сергей Суров перчатки красного цвета, Евгений Воронцов, соответственно, перчатки синего цвета. Очень хорошо раз за разом Сергей Суров пробивает блок Воронцова. Между перчаток так наносят удары. Воронцов прессингует, прессингует, причем подходит на дистанцию и идет на обострение. Пролучил сейчас мощный тычок на отходе. Вот хорошо ушел из угла Суров. Да, а здесь в третьем раунде нужно включать ноги. Клинч в колене. Простите, колено в клинче, конечно, обменялись такими ударами бойцы. И опять навстречу хорошо от Сурова было только что. Ну, поддавил, поддавил Евгений Воронцов. Уже не так легко выбрасывать большое количество ударов Сергею Сурову, потому что... Но пропускает Воронцов все равно. Все чаще и чаще. Он, когда идет вперед, он все равно пропускает. Да, конечно, но тем не менее он и попадать стал гораздо больше. Ну, здесь скользь было, а вот колено в голову было точно от Воронцова. Хороший размен. Попадают оба. Продолжает прессинговать Евгений Воронцов. Пропускает. Очень хорошо раскрылся он в третьей трехминутке. Активный прессинг. Хорошая комбинация от Сурова. И здесь бы еще добавить вторым темпом Сергею. Судя по всему, заканчиваются силы у Евгения Воронцова, потому что опускает он руки и начинает пропускать гораздо больше ударов, чем надо бы для него сейчас. И почувствует Суров. Да, бросается он вперед с ударами. Тем временем еще целых 45 секунд есть у Сергея Сурова для того, чтобы допрессинговать соперника. Сейчас он выглядит свежим. Перешел, перешел в контратаку. Хорошо. Но тут, да, Воронцов очень так открыто бросается. Сейчас шагом вперед очень точно он попал. Дернулась голова Сергея Сурова. Но до этого пропустил. До этого пропустил. Вот желание попасть самому. Оно перевешивает, как бы, институт самосохранения где-то. Опускает руки. Очень-очень открытый поединок у нас сейчас. Потерял равновесие Воронцов не иногда. Здесь нету. Это же прекрасно. Очень-очень зрелищный бой. Все довольны. Да, очень много ударов, конечно. Показывают нам бойцы то, что любят все зрители, наверное, кто сегодня собрался в этом зале. Ну и концовка. Чья будет концовка? Последний удар был за Суровым. Руслан Броводников на ваших экранах. Сами знаете, кто это такой. Кто не знает, погуглите. Российский чемпион мира так-то. По профессиональному боксу. В прошлом, но в недавнем прошлом. Ну и опять-таки дилемма. Либо мы сейчас узнаем судейское решение. Ну да, судя по всему, судя по тому, что так слегка оделся Сергей Суров. Наверное, да. Уверен он в своей победе. Экстра раунда не увидим мы в этом поединке. Да. Показывай руки. Увидишь, руки ждет. Тебя встречает на них. И судя по тому, что мы видим с нашей позиции, экстра раунда у нас не будет. Уважаемые господа, перед тем, как я объявлю победителя, аплодисменты бойца! В этом поединке победу большинством судейских голосов одержал Сергей Суров. Ну что ж, наши поздравления Сергею Сурову очень хорошо себя показал, очень хорошо себя проявил. И, конечно же, огромное уважение Евгению Воронцову, который заставил Сергея Сурова потрудиться в поте лица. Да, и огромное спасибо еще раз бойцам за яркий поединок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, представляю вам победителя этого поединка Сергей Суров сегодня с нами. Сергей, поздравляю вас. Ваши впечатления после боя, прямо после ринга вы к нам зашли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, бой был хороший, соперник был хороший. Старался изо всех сил, слушал подсказки из угла тренеров. Вот победил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ничего страшного, да. А скажите, не давило ли то, что у вашего соперника, ну, больше опыт на профессиональном ринге, у него больше проведенных поединков? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, здесь главное настрой, как сам себя настроишь в голове. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажите. Ну, просто думал, что надо обязательно победить. Победил. Что эта победа вам дает? Опыт. Опыт. Расскажите про своего соперника. Как его удалось прочувствовать в бою? Что можете про него сказать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хороший соперник. То есть я оказался повыносливее чуть-чуть. Он чуть-чуть уже, видимо, подсел в конце. Мне удалось вытянуть концовку. А так бой был, в принципе, равненький. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но там что, вы упали? Там была потеря равновесия? Что это было в одном из раундов? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, он, то есть, подхватил за ногу меня. Да, и получилось, что чуть-чуть подскользнулся, упал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это просто потеря была равновесия, правильно? Да, да. То есть это ни нокаут, ни нокдаун, ничего. Хорошо, спасибо, Сергей, большое за вашу победу, за этот бой. Я напомню, что с нами победитель поединка Сергей Суров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА